что в итоге остался один наиболее важный вопрос а как получить качественное зерно в 2023 году все таки что нам может в этом помочь но естественно фундамент любой технологии в лесеневодстве это выбор сорта и семян естественно мы можем сейчас обсудить именно как правильно определиться подготовить партию семян я бы с тобой поспорила я как защитник растений хотела бы сказать что в данном случае фундаментом будущего выражая будет являться подбор препарата для защиты семян но в любом случае защищать нужно но надо понимать кого защищать это должен быть высокопродуктивный сорт и надо учитывать цели технологии если ты чмень пивоваренный фуражный или для того чтобы раздать на паи с точки зрения площадей будущих ера будущего ярового сева я думаю здесь фокусе больше яровая пшеница точки зрения яровой пшеницы также это рабочая история то есть если мы хотим получить качественный качественное зерно качественный урожай я помню мы говорили про фитоэкспертизу семян смотрели на наличие семенной инфекции вредных объектов на чтобы ты еще обратил внимание ну конечно если мы говорим о семенном материале то естественно партии должны готовиться запланированных цели направлено и выращиваться на семенных участках соответствующей защиты для того чтобы сформировать хороший посевной материал фундамент закладывать однозначно нужно и мы понимаем что сейчас в хозяйстве действительно много зерна а что из этого зерна может являться семенным материалом в случае если нам потребуется засевать большую площадь зерновыми конечно если не запланированные какие-то страховые фонды для ярового посева или потребности хозяйства по каким-то причинам превышают эти потребности но самый простой вариант посмотреть свое товарное зерно которое находится на складе на предмет возможности использовать его для посева конечно надо учитывать что эти семенные партии теперь уже семенные партии должны соответствовать требованию посевного стандарта иметь соответствующие документы на то что они в принципе могут быть для этого используем то есть гост посевные стандарты это вот единожды разобравшись с документами все в порядке что делаем дальше тогда то есть опять же наверно фитоэкспертизу смотрим ну соответственно ближе чем перейти к фитоэкспертизе надо понять насколько эти семена соответствует это банки соответствует понятию семена насколько сколько содержится сольной примеси такая всхожесть кожи ли они жизнеспособны ли они это чтобы понять какая из этих партий может быть в принципе использована в том числе на семенные цель наверное стоит отбирать самые крупные семена посмотрели энергии всхожесть отлично ну на мой взгляд это одно из заблуждений когда хотелось бы самые крупные самые надежные логичнее все-таки отбирать среднюю фракцию или чуть выше средней по одной простой причине что крупные семена особенно при подработке в холодное время и даже при обмолоть они сильнее травмируются сильнее повреждаются им больше нужно ресурсов и влаги при прорастании особенно при дефиците влаги это очень актуально крупные семя должно получить больше воды в течение встреч сегодня мы с вами говорили о том что есть риск того что нужно будет выйти чуть раньше чтобы успеть все технологические операции собственно и реализовать пассив кроме того если необходим оптимальный ранний срок пассива то соответственно крупные семена попадающие в более холодные условия них больше риск что они будут набирать сумму необходимых температур для прорастания дольше чем больше запасных питательных веществ тем больше риск того что начнутся всякие окисления не обхай не нежелательные процессы и это 7 с большей вероятностью благодаря вот этому лишнему багажу потеряет свою схожесть потеряет свою энергию если эти оптимальные условия будут более длительное время набираться для проростка и так к чему мы пришли залог получения качественного урожая 2023 году это это конечно же хорошие семена это надежный препарат и качественный пассив